Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья! Низкий вам поклон, спасибо вам огромное за поддержку. Спасибо, что не остались в стороне. Спасибо, что не пишете просто комментарии, а на действиях показываете, какие вы есть. Геннадий Борисович читает наши комментарии. Геннадий Борисович и на телеграм-канале читает, и на ютубе читает. Посмотрев, в какой активности мы вместе с вами устроили сбор по помощи Донецкому зоопарку, по приобретению двух генераторов, он просто в шоке. Он мне звонит и говорит, Олег Сергеевич, у меня слезы наворачиваются, от того, что добрых людей гораздо больше. И сам лично записал ролик и отправил мне его. В этом ролике Геннадий Борисович рассказывает про свою жизнь, про свою нелегкую жизнь. Через что он прошел, как он прошел, как он к этому пришел, и для чего он это делал, ради кого он это делал. Вы нас простите, пожалуйста. Эта неделя у нас такая, ни в коем случае никто никому ни на какую жалость не давит. Вы знаете и меня, и уже понимаете Геннадия Борисовича. Просто некоторые люди пишут в комментариях, там, а почему Геннадий Борисович не выставил ту карту или иную, свою карту, я объяснял. Дорогие наши новые подписчики, или друзья, которые не подписались на нас, мы с Геннадием Борисовичем в хороших дружеских взаимоотношениях. Благодаря вам, подписчикам, я узнал про этот зоопарк. Вы меня настроили на это дело, поэтому у нас хорошее теплое взаимоотношение. Геннадий Борисович мне доверяет, также я доверяю ему. Но еще раз повторюсь, есть некие проблемы с банком ПСБ. ПСБ, по-моему, да, называется. ПСБ. Сложности. Карты блокируются постоянно, сумма блокируется. Я это рассказывал. Если вы нас не знаете, то посмотрите ранние ролики, там все ясно, четко я объяснил. Просто не хочется на это тратить время. Я вас понимаю, очень много аферистов, очень много мошенников, блогеров-мошенников, которые выставляют суммы какие-то, на что-то собирают, и эти суммы не доходят. Я вас прекрасно понимаю. Я же не могу говорить, там, я хороший, я такой. Нет. Посмотрите наши ролики, вы получите все ответы на свои вопросы. А сейчас, после моего вот этого, не то, что вы сказали, а объяснения вам, разъяснения вам, я прикреплю сюда ролик, и посмотрите, пожалуйста, про Геннадия Борисовича. Посмотрите про его жизнь. Это эксклюзивный ролик. Это не интервью, это, как можно сказать, автобиография небольшая такая, эксклюзивная. Он это заснял специально для нас вместе с вами, чтобы вы знали, кто этот человек и что этот человек. Потому что он не ожидал, что так мы вместе бок о бок соберемся и быстро организуем, и будем организовать и помогать Донецкому зоопарку. Он очень благодарный человек, благородный и благодарный. Он герой нашего времени. И вас прошу, дорогие наши подписчики, не обращайте внимания на глупости. Не обращайте внимания, что пишут. Они нам не дают делать то, что мы делаем. Их зависть перебирает. Понимаете? Они завидуют. А мы с вами честно все делаем, помогаем нашим животным. Посмотрите ролик про Геннадия Борисовича. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон, дорогие друзья. Нет слов. Одни эмоции. Спасибо. Добрый день, Олег Сергеевич. Честно, на душе очень больно, тревожно. Душа болит. Раны разрываются от боли. Болит все на душе. Как-то другой раз ходишь и жить не хочется. Происходит так на этом свете. И думаешь, задумайся, может, что ты не так сделал в этой жизни. Начинаешь перебирать. И вот это, думаю, расскажу я вам. Вот я вырос, родился в городе Иннакиево на шахте. После войны у отца никого не осталось. Он один. Мама, дедушка тоже погиб. И когда были в Иннакиево итальянцы где-то в 42-м году, ну и попросили, партизаны попросили детей, чтобы они собирали там через бабушку окурки. Ну, итальянец заметил это и взял окурок, курнул два раза и кинул ей под ноги. Она начала нагинаться, и он ей проломил голову. Ну, правда, итальянцы ей спаслижились, но все равно она всю жизнь мучилась, болела. Воспитывала, родила нас четверо. Отец всю жизнь старался, чтобы мы были накормлены, одеты. Ну, конечно, мама рано умерла. Ну, все равно я ее помню, как она с любовью до нас относилась. Ну и... Хотела, чтобы мы были, выросли людьми, порядочными. Ну, в школе, конечно, я учился плохо. Из-за чего в школе плохо я учился? Потому что я любил животных, собирал вот таких кошек, собак бездомных, все тянул домой. Бабушка возьмет, выпустит. Я их опять... Родители давали эту 25 копеек. Я поеду, соберу эти деньги, поеду, куплю то голба, то птичку. И так на уроках она думала, где подобрать какую сойку, какую-то птичку из гнезда. И... Закончил 8 классов. Братья уже поступили в техникум. А меня с такими, ну, отметками только могли взять. Поступить я мог только в бурсу. Ну, закончил я в училище. Нормально. Сам сел и поехал вот в училище. С училища сел, поехал я в яму, учился. Сейчас в Север, там идут боевые действия. Сел, поехал в Костатиновку. Закончил сельскохозяйственный техникум. Закончил институт сам. И по распределению попал в это хозяйство в 82-м году. И уже когда я приехал в это хозяйство, я уже с собой привез. Голубей, там, птичек всяких, собак, ну, с животными приехал. Хоть я жил на квартире сначала, ну, потом женился мне, дали дом. И дома уже был уже полный, ну, небольшой, но был зверинец. Всю жизнь, конечно, идеи были передвижны раньше, когда зоопарки, ну, они отработали свое. Куда? Хотят усыплять. Звонят, заберешь медведя. Ну, заберу, забрал. Оленей там, и все остальное. И так у меня получился мини-дом от зоопарка. Ну, распался Советский Союз. Ну, я думаю, построим маленький зоопарк, потому что отказались от клубов, садиков, сельские советы. Разрушили, начали разрушить. Ну, начал мини-зоопарк. И для селян. Никто не думал, что он такой будет, большой, громадный. И отец меня всю жизнь просил, чтобы я, ну, не строил, пожил до себя, не обижал людей. Ну, я его, особенно рабочий класс, чтобы не обижал. Ну, я одно только его выполнил, конечно, что не обижал рабочий класс. Продолжал всю жизнь, я строил, занимался растеневодством, животноводством, чтобы Донбасс был с мясом, с хлебом, молоком. Ну, и плюс строил потихоньку этот, как получается, зоопарк. Сделал, ну, создавал его, чтобы делать добро людям. Ну, пришел 14-й год, все было хорошо. Пришел 14-й год, ну, получился переворот в Пиле. Я с первого дня начал ездить на площадь, потому что я знал, что это все сделало переворот. Это Америка, с помощью Америки, чтобы понавредить Россию. Я с первого дня ездить начал на площадь, потом захватывать мы начали. СБУ, когда начали они с самолетов стрелять по Донецку, бомбить, вертолетами, танками приезжать. И мы начали подниматься. Простые люди, шоферы, селяне, заводчане начали против этой фугунты. Ну, потом зашли, конечно, за это, что я в 14-м году видел четыре раза смерть. За то, что я за идею, за то, что я за Россию по сегодняшний день. Потому что я русский человек и пришлось тогда своих вывезти в Крым, а сам вернулся сюда. Ну, за это у меня у нас было на этой стороне были Украина, на этой стороне, где мы сейчас находимся. Вот, слышите, это бомбят Донецк, взрывы, это кого-то, конечно, где-то снаряд попадает, где-то какой-то ребенка вбивает или еще какую-то. По мирным бьют, по Донецку, мы рядом с Донецком здесь. И спалили меня за это гараж, мастерскую, нарядную, спалили, технику всю спалили за то, что я за Россию. Но все равно я не опускал руки, строил этот, остался, жил, конечно. Но когда меня стреляли, я ушел, но еще силы были, и уже когда сознание терял, в болоте застрял, конечно одна мысль была, что я больше кто будет кормить этих зоопарков, сухаживать, они погибнут без меня. Плюс что у меня родились внуки, как раз думаю, больше их не увижу, всех близких своих. Ну вот это одна мысль была. Смерти я, конечно, не боялся, потому что моих друзей очень много знакомых, друзей погибли и погибают по сегодняшний день. Потому что они не воюют с Украиной, они воюют с Америкой, с Европой, которая обеспечивает, нанимает этих бандеровцев и всех остальных. Ну я в 15-м году на Костыляхе все равно хотел доказать и хочу и по сегодняшний день доказать, что мы сильные, все равно руки хоть и немного опускаются, особенно вот этот последний год, тяжело стало, стыдно, вот это, что вы помогаете, но если правда не вы, мы уже не знаем, куда придется этот зоопарк. Обидно, конечно, то, что помогают простые люди, вот даже хочет помочь и помогают. Новосибирский зоопарк тоже, он там сейчас корма передает, будет везти за 5000 километров. Ну а есть такие люди, которые у нас хотят разрушить это последнее, что один, единственный зоопарк, который находится в селе Продорожном рядом с Донецком, они хотят просто его разрушить, потому что у них одна мысль деньги и чтобы побольше разрушить это Донбасс и все остальное. Они не делают для блага людей простых и все остальное. Ну надеюсь, вот даже возьмем за вчерашний день, у нас не было то света, то появился, потом перепады бьют, стараются бить по тросом матером, включили потом высокое напряжение, горели на сосы тоже. И оно грустно как-то, обидно, досадно. Вот дочь, они не молили меня вчера, вот даже возьмем с Сочи, звонят вчера дочке, она говорит, что она в роддоме, а она настойчиво наяривает, вот мы открыли сафиры ну парк, зоопарк в этом Сочи, и они хотят забрать животных. Она говорит, как это как вы можете забрать туда парк, там у нас коммерческая там это и все остальное. Она говорит, нет и все. Тут мне такого не может быть, он создаван не для того, чтобы уничтожить вот эти все деревья, которые я садил. Тут около двух тысяч только этих деревьев всех, плюс вольеры, да, сейчас очень много животных, но не животных, раненых, без ног, без крыльев, они нет. Говорят, звонят с Макеевки, говорят, так и так, мы хотим помочь вам. Я говорю, что вы хотите помочь? Мы можем забрать вас пони, ослов. я молчу, мы хорошую цену даем, за пони по 10 тысяч, ослы тоже по 10, за лошадей по 50 тысяч. Я говорю, для чего? Что это за помощь? Вы нам поможете, а мы вам, вы как раз долги заплатите, зарплату людям, долги отдадите и все остальное. Ну, я матом закрылся, оказывается, они хотели помочь забрать это все на маха. И так, и вот это, и так, и вот это началась вот такая помощь, после как я приехал в Москву, конечно, ну, надеюсь я на лучшее. Я говорю, я бы никогда вот это, ну, не выступал, не просил, как, я привык сам своим трудом зарабатывать и это. Я занимался растеневодством, животоводством, получал высокие урожаи, с высоких урожаев я получал прибыль, с тех надуем молока тоже я получал прибыль и влаживал, с прибыли влаживал в этот зоопарк, делал для блага детей, чтобы они здесь радовались и все остальное. У меня нету, я не был ни разу ни в Арабских Эмиратах, не был, ну, у меня не было чтобы я где-то в отпуске был за свою жизнь. Я всю жизнь находился с этими животными на работе постоянно и хотят вот это последнее время, смотрю, ну, разрушить этот зоопарк, ферму и все остальное. ну, есть такие единичные у нас такие люди, которые они работают на Украину и не помогают вот этими своими делами, показывают, что а потом обвинить Россию, что у нас так все плохо, все разрушается, зоопарк вот закрылся, разрушился, что пришла Россия. А я ехал, еще хочу раз сказать, я ехал, радовался, у меня голова, хоть у меня спина, пуля у меня в спине, я ехал до самой Москвы и все смотрел в окно. Как все-таки с Ростова до самой Москвы все-таки идут КАМАЗы с грузом, движение перегруженное, да, но они идут друг за другом, мосты строятся, дороги строятся, дома строятся, так же заехал в Москву, все, движение, как-никак, все строится, Европа думала, чтобы поставить Россию на колени, но он ее никогда не поставит, Европа, Россия поставит, и Владимир Владимирович не только поставит Европу, и Америку тоже. Будем стараться, конечно, сохранить, и мне стыдно то, что вы там собираете на, ну, как, как подачку, или как правильно высказаться, это, ну, ночами не спишь, вот это, думаешь, там смотришь, женщина, а я не могу, у меня маленькая пенсия, и она как-то с болью, ну, не хочется, чтобы даже, ну, как-то, может, я как-то выключусь сам, ну, что думали, что на этом я хочу нажиться как-то, или как-то, что-то, ну, не знаю, буду надеяться на лучшее, что будут цены нормальные на зерно, на мясо у нас, будут брать это зерно по нормальной цене, заработает вот поддержка, заработает госпрограмма, вот если бы она была, дали по-справедливому у нас, мне такой бы, я не был, да, у меня есть три предприятия, получается, это фермерское хозяйство, ООО, где я занимаюсь сельским хозяйством, животноводство, ФЛП и зоопарк, ну, если бы дали хоть бы на животноводство господдержку, или на то уж на ООО дали, если бы на растеневодство, уже бы оно легче было как-то, и с вот этим, и пусть зоопарку оно легче было бы, и, ну, как-то так, вот, ну, не знаю, я надеюсь, что все равно мы как бы не были, оно, слышите, гремит все, оно, ну, как-то, с 14-го года я, конечно, ну, раньше я был веселый, энергичный, шутил, сейчас как-то грустновато сильно особенно, не знаешь, как выживить, когда ты всю жизнь не было у тебя ни долгов, 42 года, ни задолженности по зарплате, а вот эти последний год как-то, ну, есть и задолженности, не знаешь, что делать, не было мне такое, я не знал, что делать, а сейчас, конечно, тяжеловато, ну, надеюсь, все равно, посел я озимую пшеницу, как-нибудь тяжело было, обработал всю посеву, подготовил под культуру, там, под кукурузу, под подсолнечник, конечно, подсолнечник я не убрал, потому что техника была дорогая, 4,5 тысячи, расчет сразу, за гектар, это надо было заплатить, где-то, 700 тысяч, ну, плюс еще заправить, ну, надеюсь, что я, может, хоть что-то там соберу, потому что я затратился, вложил туда семена, которые я за семена еще должен, миллион 800, плюс, людям, что я там, землю эту арендуем, надо отдать за людям, плюс затраты мы не понес, гибициды, брал, обрабатывал эту землю, это ГСМ, плюс зарплата, налоги, это, ну, все туда ушло, так все, надеюсь, что должно оно все-таки, неужели будет так и вести, и надеюсь, хочу, хочется сохранить этот зоопарк, я думаю, что сохраним все-таки. Хочется сказать, тем людям, особенно, Олег Сергеевич, тебе, что ты приучался тогда в трудную эту минуту, и людям, которые тогда помогли, они очень сильно тогда поддержали меня, конечно, и, потому что тогда очень много было приездов, чтобы забрать, зверей забрать, под марку, что у нас идут боевые действия, эти фигуры, вот эти все, которые мы сделали для деток, вот эти все, разобрать эти детские площадки, которые, ну, у них